В прифронтовую Авдеевку сегодня приехал президент. Цель его поездки запустить газоснабжение в городе, инфраструктура которого была разрушена вражескими обстрелами. Вместе с главой государства прибыли на Донбассы почти 70 дипломатов. Зачем и какие месседжи прозвучали от Петра Порошенко, знает Руслан Смещук. Свой визит в Авдеевку Петр Порошенко начинает с торжественного открытия газоснабжения прифронтового города. После обстрелов 17-го года люди жили здесь без нормального центрального газоснабжения. После этого президент обратился к украинским патриотам, живущим в оккупации. Верте, украинский прапор, украинский герб, влада украинской державы точно повернется. Повернется на каждый клаптик оккупированной земли. И так само, как мы сейчас держим свое слово по запуску газоснабжения в Авдеевке, так само все будет хорошо. И победы у нас вперед. Авдеевский Коксахим – это следующий пункт в программе рабочей поездки президента. Здесь Петр Порошенко подписывает закон о госгарантиях для участников боевых действий. Это обеспечивается и гарантуется права украинского войска в связи с проведением операций объединенных сил. В тот же час гарантуется подвищение уровня социального защита украинских военнослужащих. И на сегодняшний день я уверен, что это тот крок, которым мы движемся в очень правильном направлении. Дорогие военнослужащие, приветствую вас всем. Тут же министр иностранных дел рассказал, что достигнута договоренность с правительством Литвы. И теперь литовцы возьмут на себя шефство над Авдеевкой. Наши литовские друзья очень важно двигаться над тем, чтобы взяли свои шефства. Причем не шефство над окременным объектом, а поделиться, как самая литовская присутность, а литовцы – это не наши правильные друзья, подняти Авдеевку, так же мы будем прагнуть и что до нашего Донбасса. В дальнейшем украинская дипломатия постарается, чтобы патронаж стран ЕС был установлен над всеми городами Донбасса. Вместе с первыми лицами государства в прифронтовой город приехали 64 посла Украины в разных странах, чтобы более эффективно доносить информацию о происходящем в зоне конфликта. Руслан Смещук, Андрей Ярковой, Руслан Ревюк. Подробности – телеканал Интер.